Глава 10. Мрак души. Мисс Эмилия Грэм была очень доброй и сердечной девушкой. Собственное несчастье, потеря зрения, сделали ее еще более отзывчивой к страданиям других. Она никогда не отказывала в помощи тем, кто в ней нуждался. Она не забыла Герти и часто думала о ней, не только горькая доля этого ребенка вызывала сочувствие, ее привлекала сама девочка. Ей нравилось, как доверчиво Герти отнеслась к ней в первую минуту их знакомства, как потом девочка искренне горевала, узнав, что она слепа, как старалась выразить ей свое участие. Спустя несколько дней она попросила позвать Трумана и долго говорила с ним о Герти. Между прочим, Эмилия спросила его, намерен ли он отправить девочку в школу. Уж право не знаю, ответил фонарщик. Она такой странный ребенок, пожалуй, не поладит с другими детьми. Да и мне будет без нее тоскливо, я так к ней привык. Эмилия убеждала его, что Герти уже пора учиться, и чем раньше она начнет ходить в школу, тем легче ей будет ужиться с другими детьми. Это верно, мисс Милия. Если вы находите, что ее надо отдать в школу, я поговорю с ней. Непременно поговорите, Труман. Я уверена, что ей там понравится, и дело пойдет на лад. Если нужно что из платья, я... О нет, нет, мисс Милия, ничего не нужно. Благодаря вам у нее всего вдоволь. Хорошо, но если что-нибудь понадобится, вы мне скажите. Вы ведь знаете, что мы взяли ее на воспитание вместе. К тому же мой отец считает себя вашим вечным должником за службу, которая обошлась вам так дорого. Не забудьте же, что мне всегда будет приятно сделать что-нибудь для Герти, и пришлите ее как-нибудь ко мне. Труман горячо поблагодарил ее и обещал привезти Герти. Но когда через несколько дней они пришли, экономка сказала, что барышня больна и никого не принимает. Это их очень огорчило. Эмилия действительно простудилась, долго пробыв в холодной пустой церкви и захворала. В субботу вечером при Вилле Труман завел речь о школе. Герти сперва и слушать не хотела. Но Вилли настойчиво советовал ей поступить в школу. Когда же она узнала, что это также желание мисс Гре, то решила начать ходить в школу прямо с будущей недели. В понедельник Труман отвел Герти в школу. Ее приняли, и она начала учиться. Когда в следующую субботу Вилли пришел домой, то прежде всего отправился к Труману. Ему не терпелось узнать, как это делал Герти. Она сидела за столом, в руках у нее была азбука. Увидев его, девочка закричала, «Вилли, Вилли, послушай, как я читаю!» Она уже знала азбуку и умела прочесть по складам несколько слов. Вилли с удивлением узнал, что Герти охотно ходит в школу, что учительница и подруги ей нравятся, и во время перемен ей очень весело. А он, по правде сказать, боялся, как бы у Герти не случилось с учительницей или с подругами какой-нибудь такой вспышки, какие у нее часто бывали. Но пока все шло прекрасно, и Герти была довольна и весела. Вилли обещал помогать девочке, если что-то покажется ей трудным. Так продолжалось недели две-три. Герти аккуратно ходила в школу и делала большие успехи. Каждую субботу Вилли проверял ее знания, помогал ей, поощрял ее. Он по-прежнему боялся за отношения Герти к другим девочкам, тем более, что она уже не раз их бронила. Увы, его опасения вскоре оправдались. Однажды в большую перемену дети играли во дворе школы. Вдруг Герти увидела Трумана, который проходил по улице со своей лесенкой на плече и жестяной банкой в руке. Обрадовавшись, девочка бросилась за ним. Через несколько минут она вернулась, запыхавшаяся, но очень довольная неожиданной встречей. Некоторые девочки видели это, и когда она вернулась, спросили ее, что это за старик? — Это мой дядя Трум, — сказала Герти. — Кто такой? — Мой дядя, мистер Флинт, у которого я живу. — А, так вот ты чья, — сказала смехом одна девочка. — Старого табачника, вот уж! Нашлись и другие, которые подхватили эту злую насмешку, и прозвище «старый табачник» раздавалось со всех сторон. Герти пришла в бешенство. Сжав кулаки, она бросилась на детей. Ничего не видя перед собой, она била направо и налево, но ее враги, конечно, взяли вверх и вытолкали ее со двора. Она во весь дух пустилась домой. По дороге она толкнула какую-то женщину, которая вважно шла по тротуару, ведя под руку другую даму, гораздо меньше роста. — Ах ты, дрянь! — закричала высокая женщина. Но девочка еще быстрее понеслась к дому. Там она забилась в угол за кроватью в комнате Трумана, уткнувшись в стену и закрыв лицо руками. Никого, даже мисс Селиван, не было дома. И она могла кричать, не стесняясь. Вдруг стукнула калитка, и чьи-то незнакомые шаги приблизились к комнате мистера Флинта. Герти притихла. Постучали в дверь. Она молчала. Не дождавшись ответа, дверь отворили и вошли. — Кажется, никого нет! — произнес громкий женский голос. — Очень жаль! — отозвался другой, и Герти тут же узнала голос мисс Грэм. — Я говорила, что незачем было идти! — продолжала мисс Элис. — Та самая женщина, которую Герти испугала на улице. — А я вовсе не жалею, что пришла! — возразила Эмилия. — Можете оставить меня здесь, пока сходите к вашей сестре. Наверное, мистер Флинт или девочка скоро вернутся. — Но, Эмилия, вы только что поправились, того гляди, опять простудитесь. Да и ваш отец будет недоволен. — Нет, нет, мисс Эмилия, здесь тепло. Да ведите меня до кресла, мне там будет удобно. — Ну, хорошо. Но я все же сначала растоплю камин. Женщина разложила уголь, не жалея растопки, и ушла только тогда, когда камин уже ярко пылал. Как только стукнула дверь за мисс Элис, Герти перестала сдерживаться и, тяжело вздохнув, схлипнула. — О, Господи! — Как, Герти, ты тут? — Да. — Подойди же сюда. Девочка тут же встала и кинулась к ногам Эмилии. Она спрятала лицо в складках платья и громко зарыдала. Все ее тело дрожало. — Ну, что с тобой случилось? — спросила Эмилия. Но Герти не смогла ответить. Пришлось подождать, пока она немного успокоится. Тогда Эмилия взяла девочку на колени, обняла ее и, оттирая ей слезы, спросила, ходит ли она в школу. — Хотела! — ответила Герти. — Но больше не пойду. — Почему же? — Потому! — вскакивая сердито, воскликнула Герти. — Что я ненавижу всех этих девчонок! — Герти, — прервала ее Эмилия, — никогда не говори так. Не надо никого ненавидеть. — Почему? — Потому что это плохо. — Нет, это не плохо. И я их ненавижу. И Нэнси Грант ненавижу. И всегда буду ненавидеть. А вы разве никого не ненавидите? — Никого. — А кто-нибудь топил вашего котенка? Кто-нибудь назвал вашего отца старым табачником? Если бы все это с вами случилось, вы бы тоже ненавидели этих людей, как и я. — Герти, — строго сказала Эмилия. — Ты же мне говорила, что ты хочешь постараться исправиться и заслужить, чтобы тебя любили. Если ты хочешь, чтобы тебя прощали и тебя любили, надо прощать обиды другим и любить их. — Да, — ответила Герти. — Так вот, если ты хочешь, чтобы прощали тебе, надо уметь прощать другим. Герти молчала. — Мисс Эмилия, — наконец сказала она глухим голосом, — я попытаюсь, но я думаю, из этого ничего не выйдет. Мало-помалу, по дыханию девочки Эмилия заметила, что та крепко уснула, утомленная пережитым волнением. Когда вернулась мисс Элис, она нашла Герти, спящей на коленях Эмилии. Мисс Грэм попросила экономку переложить ребенка на постель. С удивлением, всмотревшись в лицо девочки, та обернулась к Эмилии. Да ведь эта девчонка, та самая, которая сегодня на улице чуть не сбила нас с ног. Смешно было даже представить, чтобы восьмилетний ребенок мог сбить с ног такую крупную даму, как миссис Элис. Но Эмилия промолчала. Эта сцена произвела тяжелое впечатление на мисс Грей. Никто лучше ее не мог понять, какую трудную жизнь сулил Герти ее необузданный нрав. Ночью она долго не спала, размышляя о том, как помочь девочке и усердно, моля Бога, научить ее, как спасти несчастного ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok